Вот мы подошли, оно прекратилось идти, да? Да Короче, надо отсюда либо валить, либо я не знаю Приветствуем самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на ютубе вокруг Крыма Ребят, сегодня мы с вами, с Илоночкой Илоночка с вами в строю За кадром За кадром держит камеру в боевом строю Хотим посетить, многие из вас очень сильно просят Это Тихую бухту, мы в Хамелеон Ну и что-нибудь попутно, может быть, еще что-то увидим, мы тоже сделаем Да, вы напишите, у вас уже есть Нива, давайте на Хамелеон, давайте на Хамелеон Сегодня в такой теплый весенний денечек Обещали нам дождь, но все наоборот Солнечно, тепло, мы решили поехать на мыс Хамелеон Сейчас будем проезжать мимо завода Коктебель Завод марочных вин Те, кто здесь никогда не был, вот будете знать, здесь можно в фирменном магазине приобрести продукцию Ну, смотрите, по опыту, из моего опыта, здесь цены дороже, чем в фирменных магазинах Там, например, в Кудаке Это однозначно, потому что я здесь брал Грапу, она была дороже рублей на 60 или на 70 Чем в фирменном магазине, у нас вот такие в фирменном магазине, как Тебель Я не знаю, чем это связано Вот честное слово, не могу даже понять Междугороднее такси по Крыму Только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку Крыма Самые доступные цены и хорошие автомобили Запланировали отдых в Крыму? Не забудьте сразу заказать трансфер Мы на связи 24 на 7 Вайбер, Ватсап, Телеграм С нами надежно и комфортно Сегодня, возможно, сбудется с Жениной мечта Это поездить по грязи на Ниве Вчера был небольшой дождь И, как мы видим, здесь грязь Ну, не сильно, кстати Ну, не такая, да, как хотелось бы Уже начинается этот участок бездорожья На легковушке здесь мы однократно катались Подъезжали к самой бухте Но машину, конечно, было жалко Убивать по такой дороге А Нива, она, это ее стихия И она здесь не убивается Немножко грязи Немножко, да, здесь помесим грязь Ну, туда можно поехать куда-то Можно и туда, но не будем рисковать Поедем, как обычно По тому пути, который мы уже знаем Нет, просто что там Дорога наверх тоже Ну, вам, как обычно, на камеру будет непонятно Здесь вообще так Грязючки достаточно Нормально вообще Вот это вообще фунт Месиво А вот еще дальше Я очень рад, что мы сюда попали Я переживал, что здесь будет сухо Как летом, и пыль стоять Вот именно на этом месте Мы в прошлом году, ну, когда-нибудь в прошлом году Летом ездили Здесь люди глушители теряли мы видели глушители вообще класс вот это бомба а так тут главное руль крепко держать потому что поворачивать здесь просто на заносит влево вправо так я думаю главное да никуда не уехать здесь размывала такой небольшой но главное туда в овраг не уехать а то будем мчс звать лежать на боку мы будем все загорать подъехали мы к тихой бухте вот во что превратилась наша не валяшка и здесь еще одна стоит него у нее точно такое же у нее точно такое же состояние мы на колеса меньше намотали гряди чем он ну да раньше просто приехал пойдемте вверх полюбуемся видами на коктебель на тихую бухту на мертвую бухту но здесь да конкретно конкретная грязь я тоже пошли по травке по по кочкам и где в землю не наступай все я уже провалилась окончательно вышли мы на сторону мертвой бухты здесь вид на весь как тебе на кородак класс и возможно ребят вы поторопитесь посетить это место потому что возможно его скоро не будет он смоется каждый год исчезает постепенно вот сколько раз бы мы здесь не были никогда не замечала вот видите чуть-чуть в море туда подальше что-то такое непонятное как какие-то камни вот там большие может быть это есть кородакская чудовище кородак но что-то вообще непонятно этого не было раньше здесь не было прям такое большое черное пятно и выпирает из воды таких как два две скалы что ли такие как маленькие да как два камня таких больших я прикинь как она на нас если поплывет сюда я все и что делать и все поэтому купаться в тихой бухте смотрите здесь не совсем чистое море из-за того что сама земляной до глиняный глиняный видите когда волны его бьют они коломутят муть ведь и вот какое мутное пятно вот идет вокруг мыса всегда мутная вода за а вот и вид открывается на тихую бухту ведь она там уже благоустроена там как кемпинг и вот дальше чем дальше от мыса там уже будет почище вода и дальше ответить уже впереди орджоникидзе вот за этим этот пятый мыс называется это тихая бухта пятый мыс и там пошла бухта правата и вот эти все бухточки до пятый мыс это крайне перед тихой бухты и все и там уже орджоникидзе но я кстати да не обращал внимание от лонка да и вот этого в воде мы не помним что здесь что-то было либо да может быть корабль какой-то на дно ушел но почему бы и нет просто я вот честно не помню этого странно почему так или кородавки змей на солнышко вылез погреться может мы не обращали внимание может так оно и было кто здесь отдыхал вот смотри раз пониже встала и волны пропали с левой стороны белая барашка опять барашки смотри пошли ребят смотрите вот ложбинка я не знаю вот вам видно нет упал опять опять на задницу сел идет с нее дымок какой-то или пыль что это такое смотрите вот отсюда вот идет смотри вон из того ущелья что-то идет пар там кто-то дышит точно пойдем дальше просто я боюсь дальше поехать у меня задницу грязно да с ущелья идет дым какой-то пар вот мы подошли она прекратилась идти до короче надо отсюда либо валить либо я не знаю решили идти по этой стороне будем как-то об стараться главное не упасть потому что я что-то уже какой раз падаю то на медведь горит вот здесь прям какой-то валяшка то есть не валяшка у нас не валяшка я валяшка прям по валяшка просто местами очень скользко прям глина такая скользко и приходится падать но здесь вот следы есть кто-то ходил буквально сегодня ну вон группа туристов идет которых мы обогнали ребята это группа туристов они остановились как раз перед тем месимом на микроавтобусе мы объехали надо было кого-то на бампер взять здесь как раз натоптаны людьми идет дым или пыль непонятно сюда открывается полностью вид полный вид на мертвую бухту которая в сторону как ты беля идет и на тихую бухту которая идет в сторону орджоникидзе так что что ж такое в море так мы и не пришли к общему знаменателю так ребят если вы знаете в курсе или раньше это видели скажите потому что может быть возможно мы не обращали на это внимание так теперь самое главное спуститься отсюда илонка сделала мудрый жест и она не пошла сюда наверх вот такое здесь месиво в которое мы залезли по уши мои беленькие кроссовки превратились калоши с грязью что ты хотел твоя мечта сбылась обратите внимание в мертвой бухте вода как много мусора там же вроде бы никто не отдыхает не спускается это мусор может быть моря приносит моря со штормом конечно тоже высыпают как мы с Михаленко на гиганоме нашли мусор оттуда в Турции хотелось бы вам передать этот приятный запах моря свежий запах весеннего морюшка все вы просите конечно побольше моря вот будем делать вам побольше моря стараться опять же кстати водичка не совсем мусная вы видите уже видим бутылка плавает это все идет с моря к шторму шторм сюда все выносит нам какие-то иностранные моряки там все выкидывают весь мусор а шторм сюда нам приносит все смотрите на первый взгляд кажется что пляж узенький но летом он если не ошибаюсь просто на порядок шире потому что море наверно отходит или песок возвращает сюда такие вот лесенки кто там будет если из вас отдыхать все здесь есть хорошо что такое в море интересно сейчас поднимемся на этот самый по лесенке и прям с кемпингами смотрите туда босиком прям ходил смотрите вот пальцы босы кому-то совсем не холодно и бегает здесь босиком так я надеюсь она меня выдержит не сгнила еще за зиму нормально крепкая лестница проверено лично так беседочки такие видим раздевалочки короче здесь уже более-менее сервис если вы сюда решите приехать с палаткой поставить здесь за денежку это все можно сделать вам поддон сюда поставят и будете здесь отдыхать кайфовать беседочки классная ведь они про на пронумерованы номер 5 инвентаризационный номер инвентарный и с таким видом на хамелеон сейчас мы там дальше проедем и другой точки посмотрим почему же его называют хамелеон покажем вам что многие уже видели на нашем канале а так как у нас добавилось тоже немалое количество подписчиков надо показать это всем заехали на эту смотровую откуда открывается вид на весь мыс со стороны мертвой бухты смотрите как облака легли на крадак завораживающее такое зрелище что вот это за палки торчащие из моря какие-то непонятные сооружения какие-то медийные медийка да ну что-то вот такое раньше не было не было тоже да я не помню сюда мы приезжали тоже два раза здесь снимали и два раза подъезжали вот почему мыс хамелеон называется хамелеон потому что визуально он просто похож на хамелеона и меняет свой цвет в зависимости от погодных условий а в зависимости еще от времени года время года время суток как солнце светит как не светит он его называют храми он и есть хамелеон я говорила обрати внимание как красиво на город агам лежат облака очень круто и фотографии как обычно можете искать в нашей группе вконтакте вокруг крыма на обратном пути решили посетить лисью бухту сейчас будем к ней ехать были здесь летом дорога здесь не из лучших тоже желательно ехать на каком-нибудь либо внедорожнике либо ниве потому что volkswagen ну так себе вел себя по такой разбитой более сейчас после дождя я думаю здесь просто дорога сильно размыта и мы попробуем преодолеть эту трудность по крайней мере постараемся да это затронем знаете как говорится хотим чест недалеко еще раз скажу что дорога к низи бухте не из лучших тем более сейчас после дождя размыта но при большом-большом желании на лифовой машине ну то есть на машине с низким клиренсом сюда проехать можно но если вам не жалко машин потому что у меня аж слезы текли когда мы ехали мне было очень жалко нашего volkswagen это даже не лужа вот мы сейчас едем и удивляемся как мы здесь на volkswagen могли ехать вообще где дорога просто ужаснейшая чем дальше тем хуже мы идем как бы по следам заехали в лесу бухту направляемся в сторону пляжей кстати что хочу отметить там где песчаные пляжи начинаются летом здесь ужасно раскаленный песок такого обжигающего песка я не встречала нигде он острый какой-то острый понимаете не то что раскален как уже мы и говорили были мы здесь один раз летом место это листья бухта известно тем что здесь отдыхает много туристов любителей дикого отдыха там нудистский пляж есть кстати здесь летом был а вот там сооружение дальше так что там написано на стене обычный стенд информационный стандарт такие здесь немножко руины на месте этих руин была такая как бы то ли летние кафе то ли что-то такое какая-то кафешка мы тогда приезжали здесь из дерева строилась сейчас ничего нет только вот эти две заброшки только вот эти две заброшки все какое интересное здесь объявление 22 августа еду в москву на роликах могу взять за компанию карлика или маленького человека к себе рюкзак номер телефона креативненько прикольно здесь наверное была какая-то кафешка посмотрите да тандыр здесь такой пешки наверное делали ну конечно здесь такое все размытое заброшенное неухоженное но многие знаю прям про лисью бухту отзываются очень хорошо так любят это место вот какой-то домик но также я слышала что здесь в некоторых местах собирается не совсем культурный контингент так скажем там что-то это факт здесь был какой-то магазинчик а это продукты здесь были холодные на шрифте и вот большая прибрежная зона широкие пляжи но еще раз скажу песок здесь обжигающий вход в море каменистый неудобный поэтому как для отдыха нам здесь не понравилось мы тут даже я здесь не купалась женя искупался забил себе ногу я сильно ударился тогда ногой да ну сюда знаете приезжают люди которые хотят уединиться остаться наедине с природой вот здесь все сюда добраться как бы не так уж и легко чтобы здесь был ну чтобы здесь был общественный пляж да к примеру и многие сюда приезжают они здесь останавливаются и здесь свое удовольствие уединяются с природой вот видите вход в море какой здесь здесь и там тоже камушки идут там прям чтобы песок-песок такого нет вот кстати какие-то домики здесь опять оп оп да единственное что мы не взяли конечно с собой не чай не бутерброды как бы можно было бы посидеть попить чаёчек ну здесь я не знаю что это или непонятно что конечно что это домики может какие-то кладовки может здесь продукты хранят чтобы солнце солнце не портило там какой-то домик неизвестный там какой-то домик неизвестный там дальше тоже слышал должны быть какие-то домики но вроде бы их то ли снесли то ли они еще остались неизвестно так вот это кемпинг называется зеленка да то есть по да мапсмином так показывает здесь кемпинг то есть здесь можно вот эта дорога вот она говорит да там ведет куда-то еще мы поедем домой уже поздно уже не знаем потемнеет сейчас быстро да в эту сторону да здесь еще может остановиться с палатками потому что видите мне кажется вот эти камни как для костра да такие местечки ну камера так не передаст но с этого места открывается кусочек карадага красиво каждый раз проезжая мимо по трассе вот от судака до октябеля перед щебетовкой всегда хотели заехать на это озеро сосны красота только что это за озеро интересно я вот на карте его смотрю но никак не обозначено очень интересно уточек как много плавает нет у него название да так вот здесь вот написано место для пикника да где-то здесь вот здесь вот где-то да а вот наверное ну да скорее всего здесь а какое озеро нет ничего не написано и дорога ведет вверх туда да там шлагбаум если вверх ехать такое местечко да для пикника здесь конечно хорошая локация ну все ребята вот такой получился у нас видеоролик может быть не сильно продолжительный но мы хотели побывать и на мыс хамелеон потом на лисью бухту обязательно весной туда приедем еще когда будет все зелено красиво возможно сюда еще вам это все захватим короче у нас в планах объехать все горы все подъемы все спуски все бездорожья и все вам показать до скорой встречи всего доброго следующий ролик будет еще круче так теперь немножко поговорим о Ниве взял масло фильтр воздушный фильтр масляный и запасные свечи чтобы в лесу вдруг они всегда были под рукой это самое все сейчас будем менять маслица чтобы уже готово было на дальние расстояния чтобы уже не только по городу ездить ну и куда-нибудь подальше